Приветствую, дорогие друзья! Сегодня я с удивлением узнал, а сегодня у нас 21 ноября 2023 года, что на Украине великий праздник, День достоинства и свободы, который установлен указом президента Украины Петра Порошенко, ну тут есть номер, 13 ноября 2014 года. Согласно этому указу, он установлен с целью утверждения на Украине идеалов свободы, демократии, сохранения и донесения до современных и будущих поколений объективной информации о судьбоносных событиях в Украине 21 века, а также в знак должного уважения, патриотизму и мужеству граждан, которые осенью 2014 года и в ноябре 2013 и феврале 2014 года встали на защиту демократических ценностей, прав и свобод человека, гражданина, национальных интересов нашего государства. Да, праздник великий, но поскольку он в честь демократии, то Порошенко с Луценко, конечно, его праздновали по полной, весь президентский срок, и обогатились за это время, в чем я абсолютно не сомневаюсь, на многие-многие, не миллионы, другие деньги, долларов США. Особенно отличался Луценко своей справедливостью, потому что они выступали тогда с бронебяков, они кричали такие важные для украинцев слова. Наконец мы обрели свободу. Господи, как это важно. Ну, в общем, ночью, сразу после того, как началась бойня, я не мог спать. Находился я в то время в Грузии. И утром, когда я проснулся рано, я тут же дал указание своим сотрудникам перевезти 1 миллион долларов США каждому убитому на Майдане. Мне было страшно в то время, потому что тогда еще не было известно никому, что Янукович смоется, плохое слово, уедет из Украины. Кстати, я до сих пор уверен, что указание убивать давал не он, а скорее всего или Клюев, или господин... Забыл, уже сейчас не хочу останавливаться на этом. Сейчас это не так важно, кто там был до этого главой администрации. А реализовывали убийство Попов, вот, какой-то с противной фамилией генерал, который воздавлял МВД по Киеву, и Севкович, жулик, которого я хорошо знал, стал потом генералом. При Януковиче, вице-премьер-министром, ничтожество, которое вдруг стало вице-премьер-министром и воздавляло многие другие организации. Забыли. Но то, что они организовывали убийства, как и любые убийства, которые происходят на моей родине, да, ну, я сейчас не говорю об этом, потому что идет война. Она агрессор, и она, как бы, оправдывает какие-то ужасные для меня вещи, потому что для меня жизнь человека является самым важным, что он получил от Бога. И он должен ее прожить для Бога и сделать как можно большее в своей жизни. Однажды один умный человек сказал мне о том, когда мы общались, он говорит, знаешь, ну, он пастырем был, да, где самое богатое место в мире. Я говорю, ну, где, ну, на кладбище. А почему на кладбище? Я подумал, что он с ума сошел, потому что там находятся нереализованные возможности людей. Это правда. Богатое место в мире. Да, ну, так вот, я не мог спать от этого ужаса, от убийств, от беззакония, от бандитов, которых я лично хорошо знал, хотя высказал им свое фе, и уехал вообще за границу. Перестал руководить городом, ну, потому что всю власть, Левочкин, да, он, наверное, тоже с Клюевым вместе давал распоряжение Попову и Силковичу, но чтобы себя не подставлять, он дал им полные полномочия управлять главой киевского МВД. Клякин какой-то там был, или генерал тоже смылся. Да, они, они, эти ничтожества, прости господи, давали указание убивать. Применять оружие. Не убивать конкретного украинца, а применять оружие. Давали они. Потому что, ну, люди, которые находятся в системе органов власти, к сожалению, и сейчас такое бывает, наверное, меньше, они хотят услужить. Почему услужить? Потому что деньги. За это, конечно, они получают деньги, которые воруют у украинского народа. Так вот, я дал указание каждой семье перечислить по 10 тысяч долларов. Я даже нашел двух грузин, убитых там на Майдане, о которых забыли давным-давно уже, наверное, на Украине. Вот. Детей этих ребят я отвез на Черное море отдыхать, а им дал по 10 или по 20 тысяч долларов наличными, потому что тогда у меня не было счета. Да, мне было страшно. Мало кто поймет сейчас меня, почему страшно. Да, потому что у меня вокруг пересажали, кого только и могли, да, меня не могли достать, потому что я, как бывший следователь по важнейшим делам, настолько аккуратно вел дела, да, что не к чему было придраться. Тогда Луценко нашел в ответ на то, что благодаря моим деньгам в том числе он обогатился на миллиарды, а первым делом он поехал, вместо того, чтобы устанавливать законность, что он обещал на Майдане, он уехал на Кипр, открывать там себе счет. И там его деньги, если кто захочет забрать их, нет проблем, да, так они в благодарность за мой поступок, ни один бизнесмен не сделал этого крупной. Я сделал. И горжусь этим. Но никто бы там не вспомнил. Ну, хотя бы мои, кто там, дети, внуки будут знать о том, что я это сделал. Хотя мне было страшно. Я знаю, что такое тюрьма. И в мои годы туда попадать очень не хочется. Тем не менее, придумали, что я отдал под строительство вертолетной площадки какую-то землю. Да, я проклял того, кто это сделал, потому что это было самое красивое место в Киеве. И, конечно, за этим стоял Янукович, который хотел летать на вертолете. А указания он в то время, я уже не был фактически мэром. Потому что Левочкин придумал с жуликом, еще с одним министром юстиции, Лавриновичем, что был заместителем предатель проклятый, что был заместителем у Черновила, которого я очень уважал и поставил памятник в Киеве. Они придумали закон, который разрушил киевскую власть. Она и сегодня разрушена, к сожалению. Никто ничего не хочет восстанавливать обратно. Ну, наверное, война. Что делать? Тогда они купили весь Конституционный суд. По слухам, а слухи ко мне приходили от первых лиц государства, они получили по 2 или по 3 миллиона долларов. Хорошковский окружил Конституционный суд руководителями и оперативниками КГБ, СБУ, для того, чтобы другие, ну, а другие тогда боролась за власть Юлия Тимошенко, не могли никак договориться о законе. Потому что закон не позволял отдать Януковичу власть. Ну, вот так было. Ну, вот они держали их в заложниках, пока не получили все по 3 миллиона. И вынесли закон беззаконный, без всяких аргументов о том, что все власть задать Януковича. Да. Это я вспоминаю к истории Украины. Ну, может, когда-нибудь кто-нибудь об этом вспомнит. Потом мне писали, а ты покажи. Вот для того, чтобы не было вопросов, я храню все расписки и все почтовые переводы. Каждому, кому я передал деньги. Кстати, я передавал деньги по почте и солдатам внутренних войск, которых выставили без оружия против вооруженных революционеров. Да, до сих пор существуют внутренние войска, которые, кстати, охраняют общественный порядок, но только во время... Ну, сейчас-то понятно, военное положение. А вообще в демократических странах никто о таких войсках никогда не слышал. Ну, это постсоветские штучки-дрючки. Вот такие дела, друзья. Ну, все сумбурно, я говорю, конечно, но вам же интересно. Праздник есть, но его почему-то сейчас открыл украинскую правду, ничего об этом празднике не сказано. Очень горжусь этим поступком, потому что я преодолел себя. Да. И тут же получил в ответ уголовное дело. Ну, вот, такие как бы дела. Что еще вам сказать интересного? Тогда бегали по площади якобы поддерживать революционеров. Весь Киев восстал, это чтобы молодые люди помнили об этом, с ящиками, и туда бросали деньги. Туда приезжали и сотрудники моего банка. Вот, и я не мог сказать, что нельзя класть в ящик жулику деньги. Потому как у меня был опыт, когда я однажды был в одном монастыре, и там за мной бегал монах с ящиком, а потом я увидел однажды, давал-давал ему туда деньги, а потом увидел, что он за углом ящик открыл, вытащил оттуда деньги и побежал в гастроном. Очень разочарован, что тогда с этих ящиков украли миллиарды гривен. И вряд ли кто-то из семей пострадавших, а ведь там не только убитые были, а сотни раненых, получил хоть копейку. Потому что, когда мои сотрудники общались, передавая деньги, оказывалось, ой, блин, как же любят деньги не только простые люди, но и тех, кто выдавали себя за революционеров. Не давайте деньги в ящички. И вообще знайте о том, что 90% любых благотворительных фондов, я не говорю о военных, я не знаю о них. Один из фондов, вроде как бы мне нравится. Это исследования не мои, а международных организаций, поэтому для нас существуют для постсоветских стран отдельные правила по благотворительности, присваивают деньги. Поэтому загляните ко мне на сайт и на украинский, и на грузинский. И посмотрите, кому можно доверять, а кому нет. Кстати, сказать, в Украине, в Киеве, у меня до сих пор существует фонд социальное партнерство благотворительное. Я его обязательно реанимирую, обязательно реанимирую, и многим-многим тысячам людей помогу. Мы вместе. Я по-прежнему патриот Украины. И до сих пор считаю, что бы ни говорили некоторые бывшие партийные работники, украинцы отличаются от россиян не языком, но сковородом, а менталитетом. Надеюсь, за это меня не осудят. Мы празднуем свободу. Когда она будет? Ну, победим агрессора. Тогда, наверное, будет и свобода, и демократия, без которых и не будет коррупции. А без свободы, демократии и отсутствия коррупции мы просто можем не попасть в европейское сообщество. Это очень грустно. Но, надеюсь, сейчас мы победим агрессора, надаем ему по заднице хорошенько. Начнем строительство настоящего европейского государства под названием Украина. Всего доброго, друзья. Желаю вам сегодня хорошего дня. Желаю вам не забывать о том, что справедливость существует. И дело даже не в том, там хуже стал лучше уровень жизни. Меня поправят многие, скажут, Априненуковичу было, может, чуть лучше, и гривна была не такая. Не знаю. Это такое дело. Ну, что ж, главное это то, что тогда впервые украинский народ показал лихоимцам, жуликам, бандитам и всякого рода олигархам и их прислужникам, что есть такой народ, и он желает европейского будущего. Удачи, друзья. И обязательно позвоните своим родителям вечером. Они ждут услышать ваш голос. Для них это очень важно. Пока.